Представьте себе мир, где рушатся законы физики, где гравитация становится слабой, как шепот во время урагана. Это царство квантовой гравитации, где пространство-время превращается в бушующее море квантовых флуктуаций. Физики бьются над объединением теории относительности Эйнштейна с квантовой механикой. Эти две теории кажутся несовместимыми, как говорят у нас, пытаться вбить квадратный колышек в круглое отверстие. Квантовая гравитация стремится преодолеть этот разрыв, объясняя все, от элементарных частиц до Вселенной. Теория сохранения энергии получила свое название от идеи о том, что энергия в своей квантованной форме демонстрирует почти невероятную стойкость. В отличие от материи, которую можно создать и уничтожить, энергию, согласно этой теории, невозможно полностью искоренить. Она может только преобразовываться из одной формы в другую, постоянно перемещаясь и изменяясь внутри квантовой пены. Этот постоянный танец энергии от гравитонов, гипотетических частиц, которые переносят силу гравитации, до фотонов, из которых состоит свет, движет эволюцией Вселенной. Теория сохранения энергии утверждает, что эта энергия распределена во Вселенной неравномерно, создавая области с высокой концентрацией энергии и регионы относительного покоя. Это неравномерное распределение энергии имеет глубокие последствия для нашего понимания Вселенной. Это говорит о том, что Вселенная не является гладкой, однородной сущностью, а скорее сложной и динамичной системой, сформированной приливами и отливами. Теория сохранения энергии предлагает новый взгляд на одну из самых загадочных тайн современной космологии – природу темной материи и темной энергии. Эти загадочные сущности, которые вместе составляют около 95% от общей плотности энергии Вселенной, долгое время ускользали от прямого обнаружения, их присутствие предполагалось только по их гравитационному воздействию на видимую материю. Согласно теории сохранения энергии, как темную материю, так и темную энергию можно понимать как проявление этого лежащего в основе квантового энергетического поля. Считается, что темная материя – невидимый клей, который скрепляет галактики, состоит из слабо взаимодействующих массивных частиц или вимпов – гипотетических частиц, которые взаимодействуют с обычной материей только через слабую силу и гравитацию. Темная энергия, с другой стороны, это таинственная сила, движущая ускоренным расширением Вселенной. Теория сохранения энергии предполагает, что темная энергия возникает из энергии вакуума самого пространства времени, постоянного бурления виртуальных частиц, возникающих и исчезающих на квантовом уровне. Теория сохранения энергии Энергия постулирует, что гравитоны, как и все другие квантовые частицы, подчиняются принципам квантовой механики, а это означает, что они проявляют как волновое, так и корпускулярное поведение. Эта двойственная природа гравитонов имеет глубокие последствия для нашего понимания гравитации, особенно на квантовом уровне. Например, волновая природа гравитонов может объяснить, почему гравитация настолько слабее, чем другие фундаментальные силы. В отличие от электромагнитной силы, которая переносится безмассовыми фотонами, гравитоны, как считается, имеют очень маленькую, но не нулевую массу. Эта крошечная масса заставила бы гравитоны очень слабо взаимодействовать с материей, что привело бы к относительно слабой силе гравитации, которую мы испытываем в нашей повседневной жизни. Раздел пятый. Большой взрыв. Квантовое зерно энергии. Теория сохранения энергии объясняет большой взрыв. Вселенная возникла как горячее, плотное состояние чистой квантовой энергии. Все силы природы были объединены, и энергия существовала в своей фундаментальной форме. По мере того, как Вселенная расширялась и охлаждалась, изначальная энергия формировала элементарные частицы. Этот первоначальный выброс. Раздел шестой. Расширяющаяся Вселенная. Танец энергии и гравитации. Теория сохранения энергии проливает новый свет на продолжающееся расширение Вселенной. На протяжении десятилетий астрономы наблюдали, что далекие галактики удаляются от нас, и чем дальше они находятся, тем быстрее они удаляются. Это наблюдение в сочетании с другими данными позволяет предположить, что Вселенная не статична, а скорее расширяется наружу от своего первоначального источника – Большого взрыва. Теория сохранения энергии утверждает, что это расширение обусловлено взаимодействием гравитации, силы притяжения, которая стягивает материю вместе, и лежащего в основе квантового энергетического поля, которое оказывает тонкое, но постоянное давление наружу. Это космическое перетягивание каната между гравитацией и квантовой энергией определяет судьбу Вселенной. Если бы победила гравитация, расширение в конце концов прекратилось бы, и Вселенная снова схлопнулась бы сама в себя в результате Большого сжатия. Однако, если возобладает давление квантовой энергии, направленное наружу, Вселенная будет продолжать расширяться бесконечно, становясь холоднее и темнее по мере старения. Глава 7. Последствия для будущего. Распутывание космического габеллона. Теория сохранения энергии имеет глубокие последствия для нашего понимания Вселенной. Она предполагает Вселенную гораздо более странную и сложную, чем мы когда-либо могли себе представить, где законы физики нарушаются на самых малых масштабах, а невидимые силы темной материи и темной энергии господствуют. Если она окажется верной, это может революционизировать наше понимание пространства и времени. Раздел 8. Теория сохранения энергии и черные дыры. Тайны гравитации. Одна из самых интригующих областей, где теория сохранения энергии пересекается с нашим нынешним пониманием Вселенной, это царство черных дыр. Эти загадочные объекты, образованные из остатков сколлапсировавших звезд, обладают настолько сильным гравитационным притяжением, что ничто, даже свет, не может вырваться из их объятий. Теория сохранения энергии предполагает, что черные дыры, вместо того, чтобы быть космическими тупиками, могут на самом деле быть порталами в другие Вселенные или измерения. Интенсивные гравитационные поля, окружающие черные дыры, потенциально могут деформировать пространство-время до такой степени, что создают кротовые норы. Теоретические туннели, соединяющие разные точки пространства-времени. Более того, теория предполагает, что сингулярность в сердце черной дыры, где плотность и гравитация становятся бесконечными, может быть не точкой бесконечного сжатия, а скорее областью, где наше нынешнее понимание физики нарушается и вступает в силу закон. Раздел 9. За пределами стандартной модели объединения физики. Теория сохранения энергии с ее акцентом на квантованную энергию и ее взаимодействие с гравитацией выходит за рамки стандартной модели физики элементарных частиц, нашего лучшего на сегодняшний день, описания фундаментальных частиц и сил, из которых состоит Вселенная. Стандартная модель, хотя и очень успешна в объяснении широкого спектра явлений, не дает полной картины мира. Попытка теории объединить гравитацию с другими фундаментальными силами, хотя и носящая пока спекулятивный характер, представляет собой значительный шаг на пути к теории всего, единой элегантной системы, способной объяснить все физические явления во Вселенной. Это объединение физики было давней целью физиков, святым Граалем, который мог бы открыть более глубокое понимание Вселенной и ее внутреннего устройства. Теория сохранения энергии, хотя и находится еще в зачаточном состоянии, предлагает дразнящий проблеск этого потенциального объединения. Раздел десятый. В поисках доказательств проверка теории. Теория сохранения энергии, как и любая научная теория, должна быть проверена путем наблюдений и экспериментов, в то время как прямое наблюдение квантовых гравитационных эффектов остается за пределами возможностей современных технологий. Ученые активно ищут косвенные доказательства, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту теорию. Одно из многообещающих направлений исследований — изучение реликтового излучения, слабого после свечения большого взрыва. Это излучение несет на себе отпечатки ранней Вселенной, и анализ его тонких вариаций может дать ключ к пониманию природы квантовой гравитации и распределения энергии в ранней Вселенной. Другой подход заключается в поиске гравитационных волн, рябив в пространстве-времени, вызванной ускорением массивных объектов. Эти волны, впервые предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна, были непосредственно обнаружены в 2015 году, открыв новое окно во Вселенную. Изучение свойств гравитационных волн может дать представление о природе гравитации и ее квантовых свойствах. Раздел 11. Заключение. Вселенная бесконечных чудес. Теория сохранения энергии, все еще находящаяся на ранних стадиях разработки, предлагает смелое и интригующее видение Вселенной. Она предполагает, что мы живем во Вселенной гораздо более странной и чудесной, чем мы когда-либо могли себе представить Вселенной, где энергия является фундаментальным строительным блоком реальности и где законы физики, какими мы их знаем, нарушаются на самых малых масштабах. В то время как теория ждет дальнейшей проверки и уточнения, она служит мощным напоминанием о необъятности нашей Вселенной и безграничных возможностях человеческого разума познавать ее тайны. По мере того, как мы продолжаем зондировать глубины пространства и времени, мы можем быть уверены, что Вселенная будет продолжать удивлять и поражать нас, открывая новые чудеса и бросая вызов нашему пониманию космоса и нашего места в нем.